Здравствуйте! В эфире передача «День за днём» с вами в студии Алина Сазонтова. Сегодня отмечается День прав человека. Действия, происходившие во время Второй мировой войны, послужили жестоким примером того, что может произойти с любым народом из-за отсутствия межнациональных соглашений в области прав каждой личности. С целью стабилизации очень шатких отношений между странами и была создана всеобщая декларация прав человека и учреждён этот международный праздник. В 2018 году дату справляют 69-й раз. Ну а что интересного произошло в Десногорске, узнаете прямо сейчас. Смоленский филиал Атомтехэнерго отметил 35-летний юбилей. Смоленские полицейские пресекли канал поставки синтетических наркотиков. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 110 сообщений о происшествиях. Сводка криминальной обстановки в городе. Шанс на выздоровление. В Десногорске объявлен сбор средств на лечение ребёнка. Названы регионы самой большой и маленькой пенсии. Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там её средний размер на 1 июля этого года составлял 25 173 рубля. Несколько меньше, чем на Чукотке, пенсии в Ненинском автономном округе, в Магаданской области и в Камчатском крае. Средняя пенсия по России на эту же дату составляла 14 144 рубля. И до этого показателя не дотягивают средней пенсии в 46 регионах. А самые низкие они в Кабардино-Балкарии – в среднем 11 413 рублей в Дагестане и Калмыкии. Смоленскому филиалу «Атомтехэнерго» исполнилось 35 лет. Компания появилась в Десногорске 1 декабря 1983 года. Сотрудники и руководство организации отметили юбилей с широким размахом. Подробности далее. Торжество состоялось 7 декабря во Дворце молодёжи. Развлекали публику участники команды КВН «Триот» и «Диот». С поздравительной речью выступили глава города Андрей Шубин и директор компании Владимир Блохин. «Мы все вместе достойно несли время решения производственных задач. И я вам скажу честно, вы не подвели. Вы все эти годы, на протяжении которых мы вместе были, работали достойно, были лояльны к нашей ферме. И я вам очень благодарен за ваш труд, за то, что вы сделали». О работе в компании высказались и сами сотрудники. «Я счастлив, что я работаю в этом коллективе. Я вижу, как много мы делаем для организации. И я думаю, что следующие 35 лет ещё одни, они пройдут под таким же знаком, которые прошли до сегодняшнего дня». «Для меня это работа, это стабильность. Я не тот человек, который способен к монотонной работе. На данный момент с нашей фирмой точно не заскучаешь». «Я работаю чуть больше полугода. В принципе, работа нравится, интересная. У меня очень хороший коллектив. Мне нравится». В этот вечер в зале царила праздничная атмосфера. Много сюрпризов, шуток и танцев. Команда КВН представила на суд зрителей массу задорных сценок. «Что, сынок, мечтаешь работать у нас на станции?» «Если честно, просто мечтаю». «Пол Смоленской об этом мечтает». В Смоленске впервые прошёл конкурс дизайнеров-проектировщиков. Гостиничный комплекс, транспортный узел, бульвар, библиотека и даже тюрьма. Молодые дизайнеры-архитекторы представили своё видение преображения городских объектов. Для молодых специалистов это уникальный шанс заявить о себе. Конкурс «Феникс» собрал более 50 работ, выполненных студентами и молодыми специалистами, занимающимися проектированием зданий и городской среды. Специалисты отметили высокий уровень заявленных на конкурс проектов. Планируется, что победители смогут представлять Смоленскую область на межрегиональном конкурсе. В Смоленске задержали наркодилера. Он пытался сбыть порошок смерти, однако был задержан. Подробности далее. Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков получили информацию о том, что в Смоленске планируется сбыт запрещенного вещества. Стражи порядка задержали 33-летнего мужчину. Они обнаружили у него пластиковые капсулы с подозрительным веществом внутри. Всё изъятое было отправлено на экспертизу. Результаты исследований подтвердили, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком – карфентанилом. В отношении подозреваемого отдела номер один Следственного управления УМВД России по городу Смоленску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи Уголовного кодекса «Незаконный сбыт наркотических средств». Подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 20 лет. Алина Сазонтова, Александр Ерофеев, Десна ТВ Сало под видом гранул для термоклея. 40 тонн замороженного шпика по подложным документам пытались провести в Смоленскую область. Машину, явно идущую с сильным перегрузом, сотрудники оперативно-розыскного отдела Смоленской таможни остановили в Смоленском районе на трассе Брест-Москва. Водитель вышел из кабины и сбежал. По документам, найденным в машине, из Белоруссии транзитом везли полиэтиловый порошок. Однако при дальнейшем досмотре в кузове были обнаружены только коробки со шпиком из Германии, без всяких документов. О криминальной обстановке в городе расскажет начальник тыла отдела МВД по городу Десногорску Светлана Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 110 сообщений о происшествиях. Из них 5 сообщений о преступлениях. Зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 66 административных правонарушений, в том числе 50 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения к ответственности привлечены 3 человека. За распитие спиртных напитков, а также появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 9 человек. Россияне потратят на празднование Нового года около 17 тысяч рублей. Большая часть из этой суммы уйдет на еду и напитки – 47%. Еще 42% потратят на подарки, остаток уйдет на развлечения. В конце ноября было подсчитано, что салаты оливье и селедка под шубой обойдутся россиянам в 325 и 153 рубля соответственно. При этом селедка практически не подорожала с прошлого года, а расходы на оливье выросли на 4%. Помощь неравнодушных десногорцев нужна 11-летнему Илье Иванову. Он страдает от серьезных последствий спинномозговой грыжи, которую удалили еще при рождении. У Ильи появился шанс облегчить свою жизнь. Мальчика ждут в Израиле на диагностику и для назначения дальнейшего лечения. Консультация зарубежных врачей платная – 600 тысяч рублей сумма неподъемная для родителей Ильи. Семья нуждается в нашей с вами поддержке. Страшный диагноз спинобифида Илье поставили еще при рождении. Это сложный врожденный порог развития спинного мозга и позвоночника. У детей с таким диагнозом через позвоночный канал выпячивается спиной мозг, что резко нарушает его функции. Уже в первый месяц жизни Илья перенес две операции. В ходе одной из них врачам пришлось перерезать спинномозговые корешки, в результате чего мальчик не чувствует ног. Этот недуг не только ограничивает движение ребенка, но и оказывает негативное влияние на мочевыделительную систему. Из-за нарушения функции оттока мочи у Ильи развился гидронефроз почек, который прогрессирует с каждым днем. К этой патологии часто присоединяются инфекции, от них повышается температура, появляется слабость. Действенного лечения, кроме медикаментозной терапии, российские врачи предложить не могут. Одни препараты вызывают привыкание, другие оказывают побочные эффекты. «Мы лежали в Москве, лежали в Филатовской, лежали в РДКБ, потом на консультацию, вот буквально недавно ездили как два раза в Филатовскую, там давайте по этой схеме, вот давайте вот такую схему, ну как бы, а вот, чтобы облегчить совсем, как бы в жизнь ребенку, да, вот как-то, ну у нас такого нет здесь». Поиск альтернативы в сети интернет привел Людмилу на форум «Мам детей с аналогичным заболеванием». Здесь ей посоветовали обратиться в частную клинику в Израиле, где уже помогли многим юным пациентам. Но одна только диагностика стоит 600 тысяч рублей. Эта сумма родителям Ильи не по карману. Они надеются на доброту и отзывчивость неравнодушных людей. Мама Ильи мечтает лишь об одном – чтобы ее сын смог адаптироваться к самостоятельной жизни. «Ему тяжело и с этим как бы самому справляться, то есть нужно облегчать, да, тот же самый даже вот пандус этот, который мы в подъезде никак не можем поставить, потому что у нас по пожарной безопасности, там по технике пожарной безопасности нам не могут поставить пандус, который вот мы просим как бы, да, швелера эти, я по ним поднять уже не могу, по этим швелерам ребенка. Спустить, если еще кое-как там бегом, а поднять я его не могу». Илья находится на домашнем обучении. Часть занятий проходит дистанционно. Онлайн-уроки практически не отличаются от обычных. Он регулярно посещает музыкальную школу, а несколько раз в неделю к нему домой приходит преподаватель. «Он выдающийся во всех отношениях, потому что он отличник по всем предметам. Но это не самое главное его качество. Илюха очень добрый, открытый, солнечный человек. Он меня вдохновляет как учителя. И, конечно же, я его немногому учусь. Учусь терпению, учусь пониманию, учусь не злиться на то, что когда у меня что-то не получается». Чуткий взрослый не по годам Илья все прекрасно понимает и спокойно относится к своему диагнозу. Он очень любит читать, участвует в литературных конкурсах и часто побеждает. Вместе с младшей сестрой они любят веселиться и играть в настольные игры. «У меня самое заветное желание, чтобы мой брат начал ходить». К сожалению, ходить Илья уже никогда не сможет. Восстановить целостность позвоночника и поврежденные нервы уже никак не получится. Но он очень нуждается в остановке прогрессирующего гидронефроза, осложнения которого угрожают его здоровью. Помочь мальчику может каждый. Достаточно отправить любую сумму на номер расчетного счета или карты, которые вы видите на своем экране. Даже самый маленький взнос может оказаться решающим. «Главное обновление души – любить, надеяться и верить только Богу. Любить других, как самого себя. И больше ровно ничего не надо». И коротко о погоде. 11 декабря будет небольшой снег, днем 0, ночью – минус 2. На сегодня это вся информация. Все самое актуальное и интересное вы можете найти на сайте desnadefistv.ru. С вами была Алина Сазонтова. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин